добрый вечер друзья вот у нас действительно вечер и дождик идет а я домой еду до знал бы взял бы с собой в офис зонтик а то так метров 50 вот под дождем проскакал но неважно что хотел сказать я между делом для посмеяться но реально для посмеяться рассказал как вот первый президент украины он же до господин кравчук он же до этого был секретарем цк компартии украины по идеологии да так как он вот значит рассказывал что будучи секретарем цк а это речь идет о годах там где-нибудь восьмидесятых время который я прекрасно например помню и как в киеве жилось я помню что там колбасу там возил так вот плохо было так вот было плохо что украина производила 20 процентов всего что там производилась стране что наверное так и есть и да а вот значит там пожрать было не тем более что и по населению то украина тоже я понимаю в ссср так примерно процентов 20 населения там но вот что меня потрясло это обсуждение того как вот народ начал делиться там вот и говорят да вы знаете что нет это вполне могло быть это вполне могло быть вот в москву там завозили а вот мы там из орла ездили там в москву а вот там оттуда ездили туда и люди даже не понимают я думаю боже как прекрасно вообще какая прекрасная жизнь люди живут и не понимают что такое секретарь цк компартии украины люди живут и не понимают как работала вся эта чудовищная изуверская система что вот вспомнить так жуть берет эти и дикты люди думают что может секретарь цк мог возить какую-то жратку из москвы в москве же все было да они никогда в магазин не хотели вы не можете себе представить секретаря цк который пойдет в магазин даже вот ну какой-нибудь там я не знаю хороший магазин типа там елисеевского секретари цк они ходят в магазины и даже их жены не ходят в магазин они без охраны вообще никуда не ходят от чего его в магазин то им же все домой приводит им такое домой привозят что вот вы которые сегодня живете сегодня когда все за деньги можно купить вы себе представить не можете что люди эти люди в пайках получали вы сегодня не купить такого за деньги понимаете вот представьте украину представьте себе сколько мясокомбинатов там да мало того для начальников а начальников было много это не то что вот там один говорит вот уже там даже для комарильи этой уже не хватало поэтому ссср развалился для них хватало будь здоров как у них были отдельные цеха на мясокомбинатах понимаете на мясокомбинате были цеха для населения но то что мы с вами там покупали а были цеха такой как бы спецсвязи такой пойти с другим совершенно населением и вот эти цеха производили совершенно другие сосиски совершенно другие сардельки совершенно другие колбасы из других материалов по другим технологиям и и так далее вот у них был как бы совершенно отдельный мир давайте я расскажу тогда кусочек маленький случайно так получилось что я был в командировке в молдавии и там какая-то комиссия была я же не знаю а меня включили там техническую работу какую-то делать из госкомитета ссср по профессионально-техническому образованию и они там проверяли в молдаве и поскольку я был членом вот этой команды там техническим то меня привели там с собой на прием к министру молдавскому молдавский не бог весь там там молдавия маленькая там республика там несколько миллионов населения все крошечное на суде там просто система профтех образования молдавии там было меньше пт у чем в средненькой области российской федерации ну чуть-чуть короче приходим мы к этому министру симпатичный мужик там они там разговаривают я молчу и я молодой парень был там лет двадцать семь двадцать восемь и значит пошли пообедаем говорит он как раз время такое садимся мы в машину в его и шофер нас везет там куда-то и это была столовая совет министров молдавской сср там было очень скромненько вот если бы вы на нее посмотрели там не было на стенах ничего и что чтобы там столики были со скатертями там не было очереди все подносили то есть там не было прилавку где-то с под носом уйдешь нет садишься вот как без старательном садишься там уже правда достали база с фруктами но что мне так на не то что понравилось но так интересно было для министр для министров там отдельный зал тут а министры под а не могут сидеть за одним столом там беседовать а счет для первых замминистр там отдельный зал первый замминистра не может сидеть с за одним столом для просто замминистра не первые там вторые какая-то у них очередность была сейчас уже системы то не помню первый зам второй зам просто замы потом там были члены коллеги разных министерств и так далее там отдельные там свои какие-то были залы так что вот такая была система чем там кормили он надо сказать выбирал со вкусом то есть пришла девушка такая вежливая ну так уже постарше не 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 девчонка пришла официантка и он так ей со вкусом говорит давай вот это давай нам будет вот тут у нас есть гид отвар я боюсь собрать из чего овсяный что овсяный отвар какой-то вот это будет очень полезно там для желудка там такого нигде не подают ночью он там он знал меню вот и мы так нормально поели обычно ну то есть там какой-то там курочку с картошечкой там я не знаю суп какой-то или борщами не могу сказать ну что то такое десерт как бы и вот и он так да и она в итоге счет принесла значит и что-то там было нам на на четверых не знаю там 250 что такое рублей но это это было очень очень дешево такая довольно символическая сумма чтобы четверым покушать фактически в хорошем ресторане на самом деле вот и и качество продуктов таки да таки да хорошо вот вот это чувствовалось очень качество продуктов чувствовалось и ассортиментом и так далее и цены вот так жили эти люди давайте а им еще положено были значит такие пайки и вот они с этими пайками значит может быть там господин коровчуков когда он приезжал в москву будучи на такой должности может быть ему говорили там а пойдем у нас там на складе пороемся чё там есть сегодня чё там привезли эти у них было свое снабжение они жили в отдельной стране представить себе что не то что там не то чтобы секретарь цикапа идеологии а даже ну просто вот там какой-то даже минимально приблотненный человек пошел бы просто в магазин и что где-то там очередь выстаивал и что-то там покупал и на даже представить себе невозможно и я к чему рассказываю что я внутренне порадовался я с одной стороны и на эти комментарии и думай боже неужели можно настолько не представлять себе этой системы а внутренняя такая радость я думаю боже как хорошо что уже люди даже и не представляют как это дрянь функционирует это примерно вот так же как у меня был период жизни здесь сша ну может быть лет десять назад в 10 8 там 7 когда приходит приезжали новички вот а мы тогда еще знать мы активно так встречали в аэропорту сейчас что-то они не говорят встречайте нас как-то сами едут я даже не знаю вот мы встречали часто и нам детки обычно были ну там не знаю семь восемь лет девять лет десять лет и я любил их так начито поспрашивать и вот я там это спрашивает кто такой ленин ленин ну и там дальше начинались варианты ни один человек не сказал кто такой ленин ни один то есть мы говорим вот о событиях там шести семью до восьмилетней давности ни один ребенок и 8 10 лет не сказал что такой ленин кто-то говорил писатель кто-то говорил там еще чего-то не один ребенок запомнился мне на всю оставшуюся жизнь он подумал и сказал так конечно же в Битл сыграл понимаете в Битл сыграл Владимир Ильич и за это стоит выпить ну в смысле если повод есть, то нужны обстоятельства, я так за рулем естественно не буду но вообще, конечно потрясающе кстати вот о том, чтобы за рулем мне очень нравится, старый еще советских лет такой был шуточка такая, что никогда не пьет за рулем водитель третьего таксомоторного парка Сидоров он сначала выпьет а уже потом садится за руль вот, так что, друзья, а я, друзья ни до, ни после, ни во время и вот на этой веселой ноте радуясь за вас, радуясь за это, за все вот, чтоб нам в нашей жизни, друзья, не знать ни секретарей ЦК, ни самого ЦК, ни самой этой партии аминь тоже продاع камп аминь Продолжение следует...